Когда в парк Маяковского ездил, уже после того, как произошло вот это ЧП, обратил внимание, когда смотрел на эти конструкции, ну, американских горок, ну, чисто такое субъективное мнение, просто выглядит как-то конструктивно ненадёжно. То есть, местами есть ржавчина. Я, правда, смотрел через оптику фотоаппарата такого неплохого, то есть, наверное, простой обыватель этого не сможет. Ну, когда близко-то подходишь, это же можно увидеть. Плюс, странным показалось, что обычно всякие там технические сложные приспособления, на них какие-то есть таблички, бирочки, изготовители. Ну, там правила, да? Ну, да, правила это понятно, бог с ними. Ну, какой-то завод-изготовитель, кто произвёл там, не знаю. В общем, откуда ноги растут у этого аттракциона? Грубо говоря, да. Тут мне показалось как бы странным, что я ни одной таблички не увидел. То есть, я целенаправленно ходил кругами там вокруг ограждения этого аттракциона, искал что-то вот, ну, покажите мне. Мы, когда проводили там расследование журналистское, долго старались выяснить, что это, чей это аттракцион. Мейден кто? Мейден кто, да. Ну, Мейден чайно может надпись. Нигде, никакой надписи вот увидеть в упор не удавалось. То есть, это была целая история, как мы узнали вообще название этого аттракциона, потому что у нас погоны плечи не отягощают, нам, соответственно, никто ничего не говорит просто так. Мы долго очень старались узнать, кто это действительно аттракцион изготовил. Кто за него отвечает в конце концов. Откуда он приехал, это, на самом деле, до конца ещё не выяснили. Выяснили, что продали его итальянцы, а кто его в конечном счёте произвёл до сих пор, пока не установили, вот сейчас уже с итальянцами общаемся, пытаемся выяснить. А там на самом аттракционе никакой ни маркировки, ничего. Ну, хоть бы надпись какая-то была. Я не знаю.